Время летит так быстро, как всадник, промелькнувший в окне, гласит якутская пословица. Все люди заняты тем, что они пытаются это время остановить. Мне кажется, если они научатся впадать в эти состояния, времени не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим белое пространство, в котором сочетается и прошлое, находит выражение и настоящее, есть какие-то зачатки будущего. Это полотно, если обратить на него внимание, можно как раз видеть элементы, которые характерны для нашего времени, какие-то случайные частички этого мира. А также можно видеть древние символы и знаки, которые тоже никуда не уходят. И они в этом пространстве вместе живут, свидетельствуя о том, что было, о том, что происходит. Слово кариагет имеет очень глубокий смысл, на мой взгляд. Он наполнен, с одной стороны, каким-то романтизмом, с одной стороны, а с другой стороны в нем есть какая-то объективность. Потому что слово кариагет, которое, как мы знаем, переводится как свидетель, означает человека, свидетельствующего о своем времени, о прошлом, ну и, конечно же, о будущем. И также это слово очень близко, с одной стороны, к творчеству, потому что несущий смысл, который, корень слова, скажем, да, кере, который обозначает несущий прекрасное, ну, я думаю, что как нельзя точно подходит к этой выставке. Вообще, вот это как бы всегда толкает на рассуждение о том, что нас окружает, о нашем материальном мире. Ну, поскольку я долгое время изучаю историю дизайна и вообще историю материального мира, меня всегда привлекает вот эта вторичная природа, рукотворная природа, которую человек создает вокруг себя. У Гамилева есть прекрасное выражение. Он говорит, что человек создает необратимую деструкцию ландшафта. Если мы построим башню, башня будет только разрушаться. Частью природы она не станет, да? То есть вот эти моменты, которые связаны необратимостью человеческой культуры, второй природы, они находят выражение в этих работах. И поэтому вот, скажем, какие-то промышленные объекты, какие-то элементы нашего материального мира, причем это металлические детали, какие-то кусочки там картона, дерева, оно все приобретает вот такой смысл, очень сложный, может быть, для чтения, но вот я стараюсь как-то, ну, скажем, вот это движение материи каким-то образом выразить в произведениях. Авангардное искусство, как течение, появилось в Италии в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века. Художники предложили освободить творчество от ограничений и создали новое видение мира, которое стирало грани между традиционным искусством и реальной жизнью. Они доказали, что в простых вещах и предметах повседневного быта тоже есть своя поэтика. Играя на контрастах, объединили несоединимое. Поиски своего видения мира продолжаются и в 21 веке. Этот жанр в искусстве не оставляет равнодушным и современных якутских художников. Об этом свидетельствуют инсталляции, выставленные в Бьеннале-2016. Абстракция, символизм, нестандартные образы сквозь призму традиционного прошлого. Все это составляющие этномодерна, так популярного в наше время. Кожа – такой материал, очень благодатный, очень пластичный. У кочевников кожа – это один из самых излюбленных материалов, вы сами понимаете, потому что кожа была и досутным материалом, из нее изготавливали практически все предметы обихода, в том числе и посуду, кожаная посуда была очень популярна. И ее украшали разным способом, и тиснением, и так далее. Кожа также служила и для одежды, безусловно, а также для украшения интерьеров, юрты, для создания каких-то, скажем, дверей не было, это были кожаные пологи специальные, которые тоже очень тщательно, очень красиво в свое время украшались. В давние времена свиток представлял собой длинный лист папируса или пергамента, сматываемый для хранения в рулон. Впервые свиток из пергамента стали использовать во II веке до н.э. в городе Пергам в западной части Малой Азии. Если раньше пергамент служил материалом для хранения рукописей, то в наше время он широко применяется для художественно-прикладного искусства. Свитки, которые я создаю, они все-таки имеют такое больше станковое значение. Это очень такая, скажем, техника, на самом деле, очень древняя. У якутов, в частности, влажную кожу, ну или практически вымоченную кожу клали на золу, а потом острыми палочками наносили рисунок. И при высыхании этот рисунок сохранялся и сохранялся на коже, ну, практически оставался на коже навсегда. И с кожей можно было, вот изделия из кожи можно было таким образом тисненным рисунком украшать. Горячее тиснение, оно происходит гораздо быстрее. Можно использовать для этого не только контурный рисунок, но и тоже, опять-таки, какие-то печатные, скажем, формы. После того, как рисунок мы наносим, нанесение мы можем удалить с помощью мягкого материала какого-то. Может быть, это губка или лапочкой вот так вот убираем. И вот этот рисунок, он у нас остается. Появляется игра форм, цвета. С кожей работаю больше 20 лет. У меня есть такие станковые вещи, которые в виде панно или в виде каких-то интерьерных вещей. Но свитки для меня, они немножко, вот, они, может быть, некоторые, они не для дома. Это вот мои мысли, связанные с каким-то, ну, осмыслением каких-то задач своих творческих, может, внутренних каких-то переживаний. Он, с одной стороны, как бы напоминает половик или напоминает настенный войлочный утеплитель, который был у кочевников. Может быть, он немножко напоминает вот эти европейские шпалеры, да, вот гобелены напоминает. Вот в функциональном смысле свиток, наверное, именно такой. А, скажем, вот в таком, в станковом смысле, он наполняется знаками. Он всегда тяготеет к какой-то знаковости, к фрагментарности какой-то. Поэтому какие-то сюжетные вещи делать на свитке как-то, ну, не получается. Даже если я использую современный металл какой-то и так далее, все равно основа у него бывает такая, которая отсылает к очень каким-то глубоким пластам, к очень глубокой памяти какой-то, да, вот этот выбитый узор, например, он тоже уходит в прошлое. Поэтому вот свиток – это всегда такая перекличка современного и прошлого, прошлого в настоящем. Безусловно, память генетическая есть, потому что ее еще называют хромосомная память, да. Ну, всегда несем в себе то, что было в прошлом. Поэтому вот, скажем, есть такие моменты, ну, у меня, например, это очень часто возникает, особенно вот в Южной Сибири, да, в Средней Азии. Я вот чувствую какую-то вот единую платформу с многими культурами, особенно вот если говорить о экспедиционной работе, которая у меня была вот, ну, относительно недавно, да, это были множество поездок по Центральной Азии, по Средней Азии, по Южной Сибири. Ну, в силу того, что я занималась изучением традиционной культуры Якутска и тюркских народов, надо сказать, что именно там, вот в степях, или вот даже находясь на Алтае, или вот в той же Минусинской котловине, скажем, возникало ощущение, что вот это помнишь. То есть это есть какая-то вот такая память, каждый там курган, он даже тебе знаком, да, то есть есть такое ощущение очень глубокое. Вот, ну и потом, если уж к этому подходить объективно, то, скажем, вот все традиционное искусство якутское, оно имеет именно вот такие, такое происхождение, оно связано с действительно очень глубокими корнями, не только с тюркской культурой, но и с датюркскими какими-то корнями, с эпохи ранних котевников. Очень многое у нас идет с детства, безусловно. Мы говорим вот заколдовывание, расколдовывание мира, да, собственно, потому что сознание ребенка очень похоже на мышление архаичного человека. Почему? Потому что оно так же образно, так же непосредственно. И поэтому вот то, что мы приобретаем в детстве, оно связано как раз... Мы занимаемся самособиранием, собственно, мы осваиваем это пространство через предметы. Несмотря на то, что я была ребенком городским, выросшая в городе, я имела вот счастье соприкасаться с традиционной культурой, а именно в Татте. Это такая легендарная земля, в которой вот как раз располагалось наше родовое поместье Алас Кюдярики. Погружение вот в ту среду, это всегда было, конечно, особым, потому что после города, приезжая туда, мы попадали в совершенно иной мир, потому что там надо было ходить босиком, там были глиняные полы, там из даров цивилизации было только радио, да. Все было очень традиционно, это были традиционные вещи. Вот сама атмосфера, для нас это огромная ценность. У вещей есть своя лирическая суть внутренняя. Я всегда вот говорю, что даже велосипед, на котором вы ездили, мячик, которым вы играли, они часть вас самих. Они говорят о том, кто вы есть. То есть любой предмет, который входит в нашу жизнь, вещи, которыми мы пользуемся, они всегда отражение нас самих. Вот эти, наверное, тоже размышления и какие-то вот внутренние вот эта потребность, она порождает мое отношение к старым вещам, потому что я считаю, что их жизнь можно продлить. На выставке есть ряд произведений. Элементы их, они были найдены в разных ситуациях, ну, в разных, в результате каких-то таких поисков, да, скажем. Ну, я некоторые произведения собираю на свалке. Обычно этот процесс я называю поисками крокодилов. Казалось бы, нет случайных предметов. Они действительно очень тесно связаны друг с другом. Ну, не только потому, что это один материал, да, из металла остального они сделаны. Тем не менее, они несут в себе смысл. Некоторые говорят, что здесь какие-то есть мотивы первобытной змеи, символы архаичных культур. Ну, с другой стороны, здесь мы видим и детали от дверей, да, пряжка от ремня, который, возможно, кто-то носил. Есть серия работ, она получила название «Река воспоминаний». Ну, река, потому что город на реке. Я очень люблю свой город. Вот у нас прошлое уходит, как вот мы, возвращаясь вот к этой теме аннигиляции, да. Очень много домов, скажем, вот советского времени, они разрушаются. Есть дома, которые постарше тоже разрушаются. И вот эта серия представляет собой вот части, элементы, сохранившиеся вот после разрушения этих домов. Я нахожу очень интересные объекты, которые, ну, потом превращаются в такие инсталляции или вот арт-объекты. Ну, так, например, улица Крупская, 27 тоже. На мой взгляд, очень теплая работа, потому что в ней очень много элементов, собранных, собственно, в самом этом доме. Аджини Кейдзе, 25, тоже дом, который снесли в позапрошлом году. Появился один арт-объект, связанный с этим домом. И все это также как бы вписывается в общую концепцию необратимости того, что делает человек. Ну, вот этот замечательный шкаф представляет собой, скорее всего, первую половину 20-го века. Возможно, это 20-е, 30-е годы. Может, чуть-чуть попозже. Такой, знаете, классический образец подражания вот к тем привозным шкафам, которые были в Якутии. Якутские мастера, они меня всегда удивляли тем, что какое-то внутреннее пластическое врожденное ощущение пропорции. Ну, общее состояние шкафа неплохое, потому что тут не видно ни больших сколов, ни каких-то больших трещин, или вот того, что надо восстанавливать, да, усилий больших он не требует. Единственное, это вот красочный слой. Его покрывали и краской, несколько слоев, и лаком покрывали, это видно, да. Ну, и надо сказать, что очень хорошо, что сохранились вот свои собственные медные детали, которые, видимо, ну, чуть позже, но довольно-таки рано посадили вот эти детали, да. Наша задача основная будет, прежде всего, его восстановить таким, каким он был. И поработать и с красочным слоем, и с тем, ну, с какими-то незначительными утратами, которые есть, очень бережно надо будет это сделать. Что касается его будущего, то после того, как он отправим, подреставрируем, я думаю, что вот это вот, как бы, его энергетика очень сдержанная, да, и при всех его вот таких небольших параметрах я максимально постараюсь сохранить его, ну, аутентично, скажем, да. Может быть, будут какие-то незначительные вкрапления, связанные, может быть, с декоративными какими-то элементами, но не более того. Надо сказать, что крупных производств, конечно, в Якутии не было, но, тем не менее, вот есть, ну, исторические данные, сама мебель существует, да, вот, вот, якутское предприятие, вот, артель обозостроения, который занимался выпуском столов, предметов мебели для горожан, вот, и вот этот комод, он представляет примерно то же время, то есть это 40-е и 50-е годы, судя по древесине, собственно, да, и потому, как сделаны, обработаны углы, потому, как сама конструкция комода, она вот дает именно вот это время. В 50-е годы, вот, скажем, элементы, скажем, такого уже популярного тогда стримлайна, да, то есть это сглаженные углы, какие-то мягкие линии, стремление к биомерфичной форме, они ведь тоже доходили до Советского Союза, это в дизайне в тех времен было очень популярно, и вот какое-то вот своеобразное отражение они находили в такой подобной мебели. В принципе, он тоже очень в хорошем состоянии, можно восстановить и ключи, и вот эти все металлические элементы тоже можно будет восстановить. Как сказано в Великой Книге всех времен и народов, «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться, и время умирать, время разрушать, и время строить, время разбрасывать камни, и время собирать камни». Современная реставрация и вообще обратимость – это очень важная составляющая любую реставрацию, потому что плохая реставрация, она обычно портит вещи, и тогда вещи уже необратимо теряются для человека, для культуры в целом, поэтому вот эта вещь очень важна. Поэтому при всех этих экспериментах сохранить его таким, каким он есть. Немного я бы хотела рассказать, собственно, о самом стуле, о самом мастере Михаэле Тоне, который, я считаю, является одним из самых выдающихся мебельных мастеров середины 19 века. Михаэл Тоне начал практику свою мебельную с того, что впервые разработал химико-механический способ гнуть ядра висина. Вот мы как раз видим гнутые детали. До него в промышленном масштабе этим никто не занимался. Уникальность венского стула состоит в том, что он заключает в себе весь такой мебельный талант самого мастера. Во-первых, он как бы создан розчерком одного пера. Вот сам стул. Его очень пружинищая, легкая конструкция, она способна вписываться в любой интерьер. Вот это огромная способность вот этого стула и результат вот таких очень долгих и расчетов, и работы над конструкцией. И самое интересное, вот вообще историки дизайна считают, что венский стул, а его называют стул номер 14, он является шедевром дизайна. Потому что, во-первых, он состоял всего из шести частей. Это вот четыре ножки, спинка и сиденье. Он соответствовал полностью принципам массового распространения. Во-первых, он был художественным произведением, с одной стороны, поскольку действительно по своим художественным достоинствам он был очень на высоком уровне. Во-вторых, производство его не составляло большого труда, потому что это был очень такой процесс, довольно-таки несложный, и массовое производство было очень хорошо отлажено. И в-третье, то, что он обладал способностью просто молниеносно распространяться благодаря своей логистике. От Африки до Якутии этот сул был совершенно популярен. Поэтому вот это действительно уникальный объект дизайна. Здесь можно поэкспериментировать и с краской, то есть можно какой-то цвет интересный. Я думаю, может быть, использовать золото. И сиденье тоже можно будет сделать каких-то очень интересных цветов. Эстетический вкус, который развивается с течением времени, он очень часто зависит не только от климата, от ландшафта, от мироощущения, от мировидения. У якутов почему вот эта суровость была? Почему они придавали очень важное значение форме? Потому что мышление само, оно было связано именно с какой-то вот и с выживанием, безусловно, и с тем, что вещь должна была быть прежде всего эффективной. И поэтому, может быть, где-то подчеркнуто бедные орнаментом вещи. Но при этом они очень интересны по своей форме. Всему свое время И время всякой вещи под небом Время искать И время терять Время сберегать И время бросать Время раздирать И время сшивать Время молчать И время говорить Как вот осмыслить то, что имеет такую полноту, жизненную полноту, да, и оно может пропасть, совершенно исчезнуть. И всегда вот задаешься вопросом, а куда это все уходит? Неужели это все растворяется во времени? Ну, есть такой физический термин Аннигиляция, да, полное исчезновение, да? Вот это очень сложно осмыслить на самом деле. И, скажем, вот с точки зрения времени, конечно, время такой фактор, как говорили, ну, в свое время Карлос Кастанадо очень хорошо об этом говорил, что у человека есть самый сильный враг. Это время, которое он не может победить. Я, например, не очень с ним согласна. Я считаю, что времени нет. Очень многие художники несут вот эту память генетическую, которая так или иначе всегда проявляется. Они ведь не только свидетели времени, да, но и люди, которые несут в себе прошлое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»